Все ближе весна. Стремительная ангара, так и не ставшая в этом году, вносит последние льдины. Суда, зимовавшие в Иркутском затоне, еще скованы кромкой прибрежного льда, но уже готовятся шутки. Капитан парохода «Советская Бессарабия» Константин Андреанович Обчинников лично руководит ремонтом. Штурман-практикант Благовещенского речного училища Петр Иванович Попов неожиданно для себя оказался неплохим маляром. Кипит работа и на соседнем буксире Сергор Джаникинсов. Пройдет неделя, другая, и первые пароходы, которых с нетерпением ожидают в Мизовье прийти, отправятся в путь. В колхознике артели по заветам Ленина, передовой в Усольском районе, твердо следует правилу – с подкормкой медлить нельзя. Звеневой комсомолец Леонид Ярунин и его звено за два дня слаженной работы подкормило 15 гектаров возимых поселок. Председатель колхоза Георгий Демидович Погодаев и агроном Николай Васильевич Гросс лично наблюдают за ходом работы. Выполняя обещания, данные в письме на имя товарища Сталина, колхозники вывезли на поля много тонн различных видов ценных удобрений и готовятся собрать свыше 30 центнеров урожая с гектара. Скоро вы не узнаете этих полей. Высокой стеной поднимутся густые озимые. Награда Сибирику земледельцу за его упорный, добросовестный труд. Улан-Удэнский мясокомбинат в числе первых откликнулся на призыв москвича Александра Чутких о выпуске продукции отличного качества. Штамповщица, коммунистка Катя Пиванова, выполняет задание на полтора ста процентов при оценке различных. Комсорг-цеха, закатчица Антонина Воронкова, работает так же. Очень спокойно, очень ритмично, с выполнением плана на 200 процентов. Смена Кандыбаевой, мастера порционного цеха, явилась за стрельщицей в борьбе комбината за отличное качество. Лучшая стахановка смены, комсомолка Люба Дубоносова, показывая пример остальным, работает так, как учил ее мастер Кандыбаева. Всегда на отличие. Работать в мире. Горячая инициатива людей и передовая система потока позволяют все более и более увеличивать выпуск консервов и только наивысшего качества. Иркутская волейбольная команда общества «Спартак» трехкратный чемпион республики. Капитан команды мастер спорта Ольга Иванова, инженер, народный судья Рязанцева, инструктор физкультуры «Земина», преподаватель Иванова, служащая Петрова, студентка Пыкова, тренер команды Дмитрий Бурнашов. Систематическая тренировка, основа спортивных достижений открывается бегом, разминкой. Волейбол требует от игрока выносливости, ловкости и чрезвычайной быстроты. Все эти качества воспитывают всесторонние упражнения. Отличный игрок волейбол обязан обладать не только упругими, сильными пальцами альпиниста, но и стремительным, смелым броском вратаря. Готовясь к ответственным соревнованиям, команда «Спартак» встретилась в товарищеском матче с волейболистами спортов общества «Большевик». Трудно противостоять дружному натиску сыгранного коллектива «Спартак». Мертвые удары мастера спорта Ольги Ивановой закрепляют успех. Сегодня команда победительница улетает в Магнитогорск для участия в матче шести городов Российской Федерации. Пожелаем нашим дорогим иркутянкам счастливого пути и новых побед! КОНЕЦ Продолжение следует...